И вновь в эфире нашего телеканала проходила очередная трансляция благотворительного марафона «Призвание учить». Его цель – собрать средства на установку в ангарский памятник о педагогам. В прямом эфире мы говорим с нашими гостями о важности этой профессии и призываем поучаствовать в сборе. В этот раз главными героями стали спортивные наставники и учителя физкультуры. Подробности далее. И вновь под конец рабочей недели телекомпания «Актиз» встречает гостей. В пятницу состоялся очередной выпуск телемарафона «Призвание учить». В прямом эфире ведущие Анна Дергаусова и Андрей Иванов брали интервью у руководителей школ Олимпийского резерва, представителей спортивных федераций, тренеров и участников сборных команд сразу по нескольким дисциплинам. В этот раз темой эфира стало физическое воспитание. Равняйся, смирно, мы начинаем. Переоценить роль тренеров и спортивных наставников воспитаний подрастающего поколения практически невозможно. Да, они не обучают наукам, но дают своим подопечным возможность раскрыть весь потенциал своего организма. Показывают, как сохранить тело в идеальной форме. Для этого требуется дисциплина. Именно это важное качество прививает спорт. Ну, я считаю, что наставник, конечно же, в первую очередь, это не просто педагог, это учитель, это еще и психолог. И это тот, кто должен воспитывать в детях три единения. Это духа, сила, силы и разума. Поэтому наставник – это больше, чем учитель, больше, чем педагог. В Ангарском округе есть масса возможностей для физического воспитания детей. Здесь работает несколько муниципальных спортивных школ. Ермак, Ангара, Сибиряк. В числе наставников – тренеры высшей категории, чемпионы, участники Олимпийских игр. Уроки там длятся значительно дольше стандартного академического часа. Это позволяет педагогам наладить наиболее тесный контакт с подопечными. Это же воспитание детей. В первую очередь, это воспитание детей, это научить навыкам. Преподаватели в школе учат навыкам русский язык, математика и пошли-пошли. А тренер-преподаватель, естественно, он учит навыкам вида спорта. Я здесь большой разницы не вижу. Мне кажется, это совершенно два одинаковых вида деятельности. Только к нашему великому счастью, что тренер в спортивной школе может в целом окунуться в сферу спорта. Готовят ребята в клубах по месту жительства. В них действуют секции тайского бокса, хоккея, BMX велоспорта и многие другие. Как и везде, педагоги дополнительного образования делают все, что в их силах, чтобы выковать из учеников чемпионов. Самое важное – это успехи учеников. Когда они выиграют соревнования, особенно крупные соревнования, это доставляет такую, знаете, огромную радость, скажем так, в душе. Ты доволен собой, ты доволен своей работой. И это мотивирует еще больше воспитывать учеников больше и высшего класса. Вероятно, в будущем даже те, кто не доберется до высоких пьедесталов, смогут вспомнить о своих тренерах с чувством великой благодарности. Ведь их труд в формировании полноценной личности играет не менее важную роль, чем тот вклад, который делает школьный учитель. Тем больше поводов у ангарчан присоединиться к сбору средств на памятник всем педагогам и наставникам. Перечислить любую сумму можно на счет благотворительного фонда «Новый Ангарск». Реквизиты указаны на экране. Александр Вычков, Дмитрий Швецов, Роман Буйнов. Местное время.